Беларусь является страной с развитым сельским хозяйством, растеневодством, животноводством. В данной сфере актуально развитие генноинженерной деятельности, но важным элементом национальной безопасности также является соблюдение требований в области охраны окружающей среды. Именно поэтому, будучи стороной Конвенции о биологическом разнообразии, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь инициировало присоединение нашей страны к Артахенскому протоколу по биобезопасности. Учитывая принцип предосторожности, а также то, что Беларусь является стороной Оркутской конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, особое внимание со стороны государства уделяется вопросам информирования общественности по безопасности генноинженерной деятельности. Информация об использовании современной биотехнологии доступна для общественности через центральные и местные телевизионные каналы, радио и газеты, научные и образовательные журналы, специализированные веб-сайты, глобальные сети интернет. Значимую роль в распространении информации, касающейся генноинженерной деятельности, играет Национальный координационный центр биобезопасности. Центр функционирует на базе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. За 10 лет его работы опубликовано несколько монографий, научно-методических пособий, более 30 статей в международных и национальных изданиях. Более 100 интервью дано по вопросам, связанных с созданием генетически модифицированных организмов и перспективами их коммерческого использования. Постоянно проводятся пресс-конференции в Национальном пресс-центре Республики Беларусь. Важным направлением деятельности Национального координационного центра биобезопасности являются научно-популярные лекции по проблемам биобезопасности для школьников, студентов и широкой общественности. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Национальный координационный центр биобезопасности ведут целенаправленную работу не только в части информирования общественности по вопросам безопасности генноинженерной деятельности, но и путем привлечения ее в процесс подготовки и обсуждения принимаемых решений в данной сфере. Так, например, подготовка Второго национального доклада по биобезопасности позволила корреспондентам всех белорусских теле- и радиоцентров взять интервью у известных ученых и специалистов, изучающих генно-модифицированные организмы. Информирование общественности и обмен опытом осуществляется не только на национальном, но и на международном уровне. Так, с 2007 по 2012 годы был заключен долгосрочный договор на оказание помощи по созданию национальной системы биобезопасности с Республикой Венесуэла. В 2011 году прошла встреча между коллегами из Венесуэлы и Рабочим советом экспертов по биобезопасности Республики Беларусь.